Жители Мариел вновь стали участниками международной акции «Большой этнографический диктант». Ее очный этап прошел накануне Дня народного единства в библиотеке имени Сергея Чиваина. Как и прежде, участникам предстояло ответить на 30 вопросов, связанных с историей народов России, их культурой, обычаями и государственными символами. А те, кто не смог написать диктант на площадке, могут проверить свои знания онлайн до 8 ноября на сайте «Большого этнографического диктанта». Какой народ России вплоть до начала 20 века писал сверху вниз? На гербе и флаге какой республики изображено Сойомба – символ вечной жизни? Ответы на эти вопросы знают лишь единицы. После «Большого этнографического диктанта» его участники смогут узнать народы России лучше. По словам организаторов, в этом и заключается главная задача акции. Цель «Большого этнографического диктанта» – это познакомить все население нашей страны с обычаями и традициями всех народов, проживающих в нашей Российской Федерации. Что касается «Седьмого диктанта», то в этом году появилась такая изюминка, можно сказать, что часть вопросов посвящены новым территориям Российской Федерации. Для одних большой этнографический диктант – возможность оценить свои знания, для других – уже традиция. Ираида Добролюбова написала диктант в четвертый раз. Говорит, для нее школьных знаний вполне достаточно для правильных ответов на вопросы. В этом году, мне кажется, задание намного легче. Елена Скрябина – учительница географии, поэтому с вопросами она тоже справилась быстро. «Наиболее сложными показались задания, которые касаются федерального уровня народов Севера, народов Сибири. А вопросы регионального уровня, они все решаемые, если в какой-то мере заниматься вопросами культуры народа морей. Поэтому впечатления прекрасные». Но на этом акция не завершается. До 8 ноября написать диктант можно онлайн на сайте мирэтно.ру. Сегодня в России проживает более 190 народов, однако с культурой большинства из них мы знакомы мало. Решить проблему и призваны подобные акции. Напомню, впервые большой этнографический диктант прошел в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 90 тысяч россиян. В прошлом году к акции присоединились 10 тысяч жителей Мариел и около 2,5 миллионов человек из 95 стран мира. Результаты этнографического диктанта этого года будут известны после завершения онлайн-викторины.